Добрый день, уважаемые зрители! Перед вами карликовый сорт Беларгонии, который называется Бриттенс Рарем. Этому экземпляру уже три года. Редко я вижу у коллекционеров возрастные кусты трёх и четырёх годовалые. Обычно показывают, как цветут годовалые, но в лучшем случае двухгодовалые кусты. Но мне всегда было интересно, как растут и цветут более возрастные трёх, четырёх и старшие кусты. Когда у меня было место и не так много было растений, я себе позволяла выращивать в больших объёмах и долго не резать. Вот этот вот экземпляр у меня как раз из таких, долго не обрезанный. И в принципе-то кардинально я её никогда и не резала за три года, потому что она у меня очень сама компактно растёт. Единственная обрезка была где-то, мне кажется, два года назад, когда у меня был корневой червец. А вот я её тогда и то не кардинально, а коротко наполовину всего лишь обрезала. Это можно увидеть здесь. Вот вы видите, да, пенёчек. Единственный пень, а всё остальное, вот оно нетронутое растёт. И кустица, ветвица, она у меня самостоятельна. Я ей только освежаю грунт. Вот в этом году, я в январе ей меняла грунт. И сорт этот примечателен не только своим компактным типом роста. Видите, какой кустик приземистый. А тем, что у неё в отдельности цветы самые обычные. Вот такие бледные, сиреневые, полумахровые. Казалось бы, ничего особенного. Да, но мне, почему она до сих пор у меня живёт и растёт, мне нравится тем, как она цветёт. Она может выдавать обильнейшее букетное цветение, такое, что за цветами не видно листьев. То есть вся крона у неё в цветах. Такое цветение сейчас далеко не все современные сорта могут выдавать. Вот, у неё не надо выпрашивать цветов. Теперь давайте внимательно посмотрим на этот возрастной кустик. Я думаю, вам тоже будет интересно увидеть, как же растут такие вот трёхлетние необрезанные экземпляры. Кто вам ещё, кроме меня, покажет такие экземпляры? Да ещё так близко. Ха-ха-ха. Ну вот, смотрите, стволы, казалось бы, не такие. Они уж и прямо сильно одревесневшие. Вот, да, вроде бы такой относительно свежий вот этот ствол нарост. Но вот это вот не обрезанный в прошлом году. И если внимательно посмотреть, то мне кажется, что вот с возрастом вот эти вот приросты, это уже в этом году всё у неё растёт. Они становятся как будто бы тоньше. Утоньшаются на концах. Видите? Ну, здесь, может быть, не так хорошо видно. Давайте вот я вам сейчас покажу. Вот здесь вот. Вот здесь вот хорошо видно. Вот боковые веточки. И они уже вот такие вот тоненькие, слабенькие. Конечно же, вот из таких уже ничего нормального не вырастет. Вот, вот, пожалуйста, тоже. Вроде бы свежий прирост. А здесь будут слабые цветоносы. Вот на таких веточках. Вот тоже. Видите, кривая такая ветка. Она идёт. Здесь всё-таки то ли прищипка была, то ли обрезка на конце. И вот такие уже не очень толстые стволы. И шапки жиденькие, видите? Ну, сейчас, может быть, уже и осень. Ну, короче говоря, вот я заметила, что вот если долго не обрезать, то вот при такой загущенности и многоствольчатости, и ветвистости происходит... Во-первых, мельчают листья. Это уже не в первый раз замечено мной. Мельчают шапки. И кустик как бы израстается. Можно было, конечно, поэкспериментировать. Допустим, просто высаживать её, увеличивать постепенно объём и смотреть, как это всё будет происходить на следующий год. Но что-то мне подсказывает, что она будет свести. Но будет она брать количество мелких шапок. Вот. Крупные шапки, такие как у годовалых и двухгодовалых растений, экземпляров, уже не получится. Поэтому я буду её очень коротко сейчас стричь и менять ей грунт. Ну что, поехали обрезать. Закрепила я штатив, камеру в штативе. Буду вам показывать. Так. Значит, вот эту ветку я обрезаю всю. Вот так. Неудобно всё же резать и показывать одновременно. Вот так вот. Есть. Так. Теперь. Видите, какая ветка. Её тоже я отстригу. Вот здесь прямо. Есть. Вот эту вот всю. Здесь вот уже голые. Вряд ли здесь что-то вырастет. Я её тоже прямо в пень. Смотрите, как здесь вот стричь и буду нещадно в пень. Здесь вот тоже вот эти непонятные ветки маленькие, которые я вам показала. Так, вот так вот я её обрежу. Вот это вот зелёненькая. Я, наверное, оставлю её. Можно прищипочку сделать, чтобы она не тянулась. Вот здесь я её прищипну. Видите, здесь уже вот рост и есть. Поэтому я её не буду выстригать. Полностью просто остановила рост. Так. И остались. Вот здесь пень был. Не люблю я. Ну, чего. Куда деваться. Видите, здесь как оно растёт. Всё некрасиво уже. Поэтому вот так вот обрежу. Вот. И осталась вот эта торчащая ветка. Я сейчас её тоже стригану. Вот так вот. Всё. Вот, что получилось у меня из моей Бриттенс Рара. Нипни. Естественно, всё это сейчас я сниму весь грунт. И уменьшу ей объём. Очеренки пойдут на выброс. Потому что вот этой вот сейчас пеларгонии как травы не кушаной. Вряд ли они кому-то нужны. Просто вот хотела вам показать. Опять же, черенки неплохие. Да, вот. Вот здесь просто такие вот черенки. Если бы я заморочилась, я бы выломила. Вот уже готовый черенок. И сколько точек роста. И тоже сейчас, несмотря на то, что осень быстро укоренится. Вот, пожалуйста, прекрасный черенок. Тоже, смотрите. Такие вот можно тут выбирать, оторвать. Ну, вот эти хвостики обрезать. Так вот. И вот замечательные черенки. Ну, в общем, я этого делать точно не буду. Всё это на выброс пойдёт. Я вела грунт. Хочу показать вам, что в горшке. Смотрите, какие у неё корни. Замечательно. То есть тут уже весь горшок оплетён этими корнями. Поэтому всё сейчас это дело буду снимать. Так показывалось. Сняла грунт. И даже какие-то корни я из старой вот такие вот удалила. То есть все корни у меня сейчас вот в этом празднике. А здесь вот что осталось. Хотела вам посмотреть. Наверное, интересно будет. Видимо, когда был черенок, вот если мы заглубляем ствол, видите, как потом всё это здесь растёт. То есть корни потом отовсюду в подземной части, вот в этой, на стволе, из ствола начинают расти. Вот это вот, видимо, бывший ствол черенка. Это даже не мой черенок. Вот как я его покупала изначально 3 года назад, так он у меня растёт. Сейчас вот я его так вот разула здесь. Самой даже интересно стало. В общем, вот так вот я расчистила. И этот пенёчек посажу сейчас в какой-нибудь горшочек по объёму корней. Пол-литра, наверное, маловато будет. Ну, где-нибудь 0,7 максимум литр. Пересадила в горшок объёмом 0,7 литров. В торф Классман ТС-2 с добавкой серамис. Больше здесь ничего нет. Поливать буду через сутки. После такого варварского и вандальского обращения с растением, видите, всю корневую я, по сути, сняла. Только вот осталась такая мочка. И всю крону тоже обрезала. Чтобы все ранки затянулись, даю им просохнуть. Совершенно не обязательно поступать со своим растением так, как я вам показываю. Я так делаю только потому, что у меня места нет и нужно всех разместить под лампами на зимовку. Можно было, в принципе, после обрезки оставить в этом же горшке зимовать и весной освежить грунт. Но такие горшки на зиму не могу я себе позволить. Очень большие. Поэтому вот так вот. надеюсь, кому-то это видео было полезным. До свидания. До новых встреч.